Доброе утро! Хочу вам рассказать о своих поисках, интересах после того, как я познакомилась с книгой «Мода на ботанику». Была не так давно в центре и в книжном магазине приобрела замечательную книгу, такое подарочное издание, богато иллюстрированное, о коллекции Петергофа, о книгах на тему ботаники, которые там есть, о различных изделиях. И вот тут-то Остап их понесло. Тут-то меня и зацепило, я когда посмотрела на вот эти прекраснейшие изображения на фарфоре, на различных тарелках, изображение цветов, потому что здесь вся тематика этой книги – это изображение различных растений, цветов. И согласитесь, что с такой тарелки намного приятнее кушать. Я стала вспоминать, а что есть на эту тему у меня дома. И даже если чего-то нет, где это все можно было бы такое красивое приобрести? Смотрите, какие чудные они тенбаски, потрясающие. Конечно, у всех у нас, наверное, дома есть какие-то кружечки, тарелочки с изображением цветов. В общем, цветочная тема меня зацепила невероятно. Первое, куда я решила сходить посмотреть, где что-то подобное может быть, это, конечно же, Алиэкспресс. Я уже открыла страничку и обнаружила, что здесь есть, конечно, потрясающие различные тарелки с цветами. Но они такие, ну, чисто китайские цветы. Цены, конечно, на них очень, я смотрю, тут дорогие, но красиво, согласитесь. Вот эти все эти пионы, всякие разные. В основном у них то ли хризантемы, то ли пионы, непонятно что. Но это керамика, такое тут что-то очень пестрое. У них есть и вазы различные, цветочные, но цены дорогие. И поэтому, что нам остается? Нам остается, как всегда, пройтись по каким-то секундам, по каким-то хопанам, по благотворительным секундам, где можно что-то интересное приобрести. Кстати, ну, тарелки, возможно, и дорого на самом деле, но зато, ой, какие вот здесь красивые. Редкий династии Цинн фарфоровая тарелка с бесплатной доставкой, потому что стоит 75 евро и осталось всего одна штука. Но красиво. Цветочная тема, это, конечно, бесконечная. Есть очень хорошие у них фарфоровые чашечки для кофе. Давайте я сейчас... Для кофе, для чая я сейчас попробую найти. Там, я помню, были красивые рисунки роз. Если решитесь найти себе что-то подобное, то смотрите по ключевым словам костяной фарфор. Тогда вы попадете сразу на вот эти чашечки. Они здесь тоже есть, самые разнообразные, очень красивые цветочные рисунки. Здесь какие-то такие нежные белые цветы. По-моему, как шиповник, наверное, очень красиво. Вот что-то в стиле того, как я видела на этих картинках. И, наверное, что-то подобное я захочу. Захочу обязательно заказать, потому что теперь это у меня новое влечение. Такое. Вот такое с цветами, с розами есть. Очень здесь много. Выбор большой. Цена не самая сумасшедшая. Где-то от 9 до 11 евро за вот такую красивую чайную двойку. Появились, кстати, я смотрю, новые какие-то варианты. Видите, как их здесь много. С правой стороны различные потрясающие цветы. Самые разнообразные. Ну, и не только цветы, конечно. Вот такие. Надо поставить себе желание. И сразу начинают выдавать нечто подобное, как всегда. Поэтому очень легко, если ты нашел что-то одно, то потом уже легко находить еще такие. Здесь очень тоже интересное. Но почему-то цена намного дорогая. Более дорогая. Итак, что ж, следующий у нас, следующий момент, это, очевидно, поездка в какой-то хопан, какой-то благотворительный магазинчик, где мы посмотрим, что же там есть на цветочную тему. Еще одним основанием для того, чтобы выбраться погулять, это прекрасная погода. Зимняя, она солнечная. Поэтому прогулочки, прогулочки. Погода, конечно, переменчивая. Каждые пять минут она может измениться и к снегу, и к дождю, и ветер, потому что сильно сегодня. Но все равно приятно прогуляться. Почему я тут застряла в этом месте? Хочу показать вам это здание. Довольно историческое. Где-то середина 19 века, как было написано в объявлении. И сейчас оно продается за 500 тысяч евро. Здесь когда-то было рано. Здесь когда-то была действительно усадьба. Но, наверное, все-таки не за сенхов, как было написано в объявлении. Тем не менее, такой стиль классицизма. Колонны. Внутри оно довольно интересное, но запущенное. Давненько там никто не жил. Оно стояло несколько лет, чтобы не сказать, много лет неотапливаемым. Не знаю, кто рискнет за такие деньги и зачем. Потому что оно считается исторической такой застройкой. Вряд ли его позволят как-то переделывать. И стоит оно теперь уже не в парке, как раньше, а стоит среди жилых домов. Ну вот, выставлено на продажу. Посмотрим, какова будет его дальнейшая судьба. Еду опять в Вимонтон, в магазинчик Хоппен. По каждому автобусу вот такие облака красивые. Словно. Словно. Л επ! Еб! И! Продолжение следует... 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 Мне он понравился, чем-то он меня зацепил, наверное, потому что напомнил что-то, что я помню из своего детства, из наших, так сказать, обедов различных. Неудобно, наверное, наливать, очень широкое здесь такое горлышко, но чем-то зацепил. Сегодня тоже, кстати, видела один молочник, но подумала, ну сколько уже можно. И он был с цветочным рисунком, но там была такая совсем переводка явно. И я решила, что нет, все-таки хочется находить что-то, ну, может быть, не ручную работу, это будет безумно дорого, но как-то поинтереснее какие-то вещи. Ну вот, и больше нечего показывать, а так хотелось вас вообще там развлечь немножко, отвлечь от каких-то будней, от их, так сказать, суеты и всего прочего. Поэтому сейчас, каждый раз, когда я поеду куда-то в город, в какой-то магазин такой вот специализированный, или просто где может попасться какая-то посуда, тарелочки, вот буду каждый раз смотреть и делиться с вами этими новыми своими находками. Все-таки эта тема цветов, она и в любом виде, она мне нравится, и в виде искусственных цветов, и живых цветов. Это у меня так много растений, и в виде изображений, рисунков, картин, фотографий, и какой-то работы на посуде, мне кажется, это прекрасно. Надеюсь, у вас тоже дома всего такого много интересного есть, и вы сейчас пойдете и пересмотрите, что же у вас там такое цветочное, красивое. И до новых встреч! Пока-пока!